Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. На этой неделе произошло очень много интересных событий в мире технологий. Все больше и больше прилетает инсайдов о новых RTX 3000, которые все-таки получат новый разъем питания. А также компания Nvidia официально решила приоткрыть завесу своих новых GPU. Также была представлена утилита, способная разогнать ваш Ryzen до самого максимума. А тайваньский чипмейкер TSMC объявил о работе над техпроцессом 3 нанометра, который появится уже в 2022 году. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам в этом воскресном выпуске новостей. А перед тем как мы перейдем к новинкам, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с самых горячих инсайдов про новые видеокарты зеленых, которые кстати нам покажут уже через 2 дня. На этой неделе некий энтузиаст опубликовал фотографию графического процессора GA102. Данный чип, поимеющийся сведениям, послужит основой топового 3D ускорителя GeForce RTX 3090. А на представленном снимке запечатлен GPU с площадью около 627 мм квадратным и пометкой Quals Simple. Такие видеоядра Nvidia отправляет своим партнерам, чтобы те могли приступить к работе над устройствами альтернативного дизайна. Вероятно автором утечки является сотрудник одного из крупных производителей видеокарт. А что касается самого Nvidia GA102, то он по слухам располагает 5248 ядрами CUDA и 364-разрядным интерфейсом памяти. А веб-ресурс видеокартс поделился свежими подробностями о графических картах RTX 3000. Через собственные источники они подтвердили объем видеобуфера у старших адаптеров, который составит 24 ГБ для RTX 3090 и 10 ГБ для RTX 3080. И по их данным выпуск промежуточного решения вроде гипотетической карты RTX 3080 Ti в настоящий момент не входит в планы Nvidia. А тем временем славянский производитель EK Waterblocks уже начал работать над водоблоками для графических карт GeForce RTX 3000 серии. По словам представителей фирмы, новые водянки будут готовы к выходу почти сразу же после релиза 3D-ускорителей Nvidia Ampere. А из этого заявления можно сделать вывод, что зеленый чипмейкер ранее представил им документацию по картам GeForce RTX 3000 серии. А разработка водоблока находится на завершающей стадии. Так что если информация об энергопотреблении старших видеокарт RTX 3000 подтвердится, то многие владельцы наверняка предпочтут обзавестись системой жидкостного охлаждения. К примеру, флагманские RTX 3090 приписывают наличие 20-фазной системы питания и показатель Typical Board Power в районе 350 Вт. А еще в прошлом месяце сразу несколько источников сообщило о наличии у RTX 3000 необычного разъема питания. Якобы вместо двух 8-контактных PCI-Power на торце видеокарты будет расположен один 12-штырьковый разъем. Теперь эту информацию подтвердил известный производитель блоков питания тайваньской фирмы Seasonic. Более того, в сети уже доступны первые живые фото нового кабеля, адресованного будущим владельцам Next-Gen видеокарты Nvidia. На одном конце такого кабеля расположены два 8-штырьковых разъема, используемые для подключения к модульному БП. А на другом 12-контактный разъем для видеокарты. Длина кабеля составляет 750 мм. При этом вендор рекомендует использовать его с блоками питания номиналом от 850 Вт. Как видно на фото, габариты нового разъема сравнимы с привычным PCI-Express 8-пин. Однако сами контакты расположены более плотно. И согласно предварительным оценкам, через такой разъем можно запитать устройство с энергопотреблением около 600 Вт, что скорее всего является запасом под карты будущего. А тем временем компания MSI представила дебютную серию блоков питания MPG-GF с полностью модульной системой подключения кабелей. Индекс GF в названии недвусмысленно намекает на бренд GeForce. Отличительной чертой БП является этот же 12-контактный разъем питания, используемый в видеокартах RTX 3000. И уже под конец недели Nvidia решила наконец раскрыть нам завесу тайн вокруг нового поколения. Зеленый чипмейкер выпустил видеоролик, в котором подтвердил, что эталонные версии новых видеокарт будут использовать V-образную печатную плату, а также обзаведутся 12-контактным разъемом питания. Благодаря ему инженеры Nvidia смогли освободить место на плате, сделав ее компактнее и оптимизировав систему питания графического адаптера. А комплект поставки RTX 3000 Founders Edition будет включать переходник на привычный PCI Express 8-pin. А в конце видеоролика чипмейкер Skolz показал дизайн новых 3D-ускорителей, что можно смело назвать официальным подтверждением утечек о новом дизайне. Также без лишнего шума корпорация Nvidia дополнила линейку мобильных видеоадаптеров моделью GeForce MX450. Устройство стало первым видеоадаптером GeForce с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. Задействовать его смогут процессоры Intel Tiger Lake, дебют которых запланирован на 2 сентября. Технические характеристики GeForce MX450 компания раскрывать не спешит. Сообщается лишь, что новинка будет доступна в конфигурациях как с памятью GDDR5, так и с памятью GDDR6, а эффективная частота видеопамяти может достигать 10 ГГц. Согласно утечкам, в основе GeForce MX450 лежит 12-нанометровый графический процессор TU117, знакомый по видеокартам GTX 1650. Устройство сообщается с 2-гигабайтным видеобуфером через 64-разрядную шину, а вот количество активных ядер CUDA, равно как и частоты GPU, остаются неизвестны. А вот про красный лагерь прилетел очень интересный инсайт с якобы дорожной картой AMD. Согласно представленным данным, в следующем году нас ожидают 3 серии настольных и гибридных процессоров – Warhol, Van Gogh и Cezanne. Впрочем, эта информация перекликается с прошлыми утечками. А самое интересное, что гибридные чипы Van Gogh с ядрами Zen 2 и графикой Navi 2 выделены меткой CVMA. Она расшифровывается как Computer Vision and Machine Learning. Поэтому существует вероятность, что в Van Gogh создается под узкоспециализированные задачи и не будет представлен на массовом рынке десктопов и ноутбуков. О верхнем ряду настольных чипов за Warhol следует Raphael с меткой Navi. Теоретически AMD может добавить графический блок начального уровня и в сегмент десктопных CPU с целью полноценной конкуренции с Intel. Но о каких именно процессорах идет речь, пока не ясно. Возможно, это будут первооткрыватели DDR5. А возможно, еще одно поколение на AM4. А еще на этой неделе украинский энтузиаст, автор утилиты DRAM Calculator Horizon подготовил еще одно приложение для владельцев процессоров AMD под названием ClockTuner Horizon. Эта программа адресована владельцам CPU Zen 2 и поможет нарастить производительность 7-нанометровых камней и заодно снизить их энергопотребление. Утилита в автоматическом режиме оценивает стабильность каждого CCX и определяет на лучшую комбинацию тактовой частоты и напряжения для отдельного блока. Это позволяет более тонко настроить конкретный экземпляр CPU, добившись небольшого прироста быстродействия. А все желающие смогут опробовать утилиту ClockTuner Horizon уже в следующем месяце с релизом версии 1.0. А тем временем контрактный производитель полупроводников TSMC объявил о своих планах по освоению новых технологических норм. В частности, уже в следующем году чипмейкер намерен приступить к опытному выпуску микросхем по 3-нанометровому техпроцессу, а спустя год запустить массовое производство. Но перед тем, как приступить к выпуску 3-нанометровых чипов, TSMC запустит производство по улучшенным 5-нанометровым нормам, которые позволят на 5% увеличить рабочие частоты или на 10% снизить энергопотребление интегральных микросхем. К слову, снижение уровня дефектов 5-нанометровой технологии первого поколения происходит быстрее, чем в случае с 7-нанометрами, что является отличной новостью для клиентов TSMC. А во второй половине 2020 года будет запущен массовый выпуск 3-нанометровых микросхем. Если сравнивать их с 7-нанометрами, то новая технология обеспечит трехкратное увеличение плотности транзисторов, снижение энергопотребления на 51% с той же производительностью или прирост быстродействия на 32%. Как по мне, цифры очень интересные. А хотели бы вы получить Ryzen в два раза холоднее? Напишите ваше мнение в комментариях. А я тем временем хочу вам рассказать про новые блоки питания от BeQuiet. Пресс-служба компании BeQuiet анонсировала появление в продаже источников питания серии DarkPower 12. Устройства сочетают полностью модульный дизайн, высокую энергоэффективность, которая подтверждена сертификатом 80 Plus Titanium и в первую очередь адресованы ПК-энтузиастам и оверклокером. В настоящее время серия блоков питания BeQuiet DarkPower Pro 12 включает устройства номиналом 1200 и 1500 Вт. Как и подобает флагманским БП, новинки используют конденсаторы японского производства, полностью цифровое управление напряжением и всевозможные системы защиты от нештатных режимов работы. Также стоит отметить алюминиевый корпус длиной 200 мм и 10-летнюю гарантию производителя. А в игровых новостях на этой неделе нам показали системные требования новенького Hitman 3. И я думаю многим понравятся минимальные требования, которые позволят поиграть даже на стареньком Феноме, без поддержки ССЕ. Ну а что касается рекомендуемых, тут все более чем предсказуемо. А займет игра всего 80 гигабайт на диске, что немного меньше, чем требовала прошлая часть. А разработчики студии Treyarch и Raven представили новый трейлер будущего шутера Call of Duty Black Ops Cold War. Новая часть шутера это прямое продолжение оригинальной Black Ops. Сюжет расскажет о 80-х годах и холодной войне, а геймеры примут участие в военных стычках на территории Турции, Вьетнама, Восточного Берлина, штаб-квартиры КГБ и других атмосферных локаций. Герои игры уже знакомы всем по предыдущим частям, и это будут Мейсон, Вудс и Хадсон, которые должны устранить опасного агента по кличке Персей. Он задумал изменить ход истории и еще больше накалить отношения между двумя враждующими лагерями. За сюжет игры отвечает сценарист Темного Рыцаря, а значит все должно быть очень круто. Он же писал сценарий сюжетной кампании первых двух частей из серии Black Ops, а выйдет шутер 13 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, а чуть позже появится на PS5 и Xbox Series X. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. А поддержать канал можно донатом по ссылке в описании. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!